Без нашего участия само собой не сбудется, уж так постановил распорядитель общий. Для малого яйца нужны петух и курица, для зарождения детятки, конечно же, не мощи. Бог Егова, Он, как автор нашей Библии, оповестил о всем, но все через человеков. Но дважды сам писал, он об этом не забыли, скрижали Моисея, с них не осталось слепков. При Валтасаре пиршество и дым был коромыслом, из храмовых сосудов глумя свино глотали. Внезапно кисть руки, и все герои скисли, и прежний царь убит, и прислуга попали. При экстраординарных внезапных переломах Бог вымешивался круто, и то всего лишь дважды. Для написания Библии искал он самых скромных, а что запечатлеть, им Дух Святой укажет. Без нашего участия и наших обличений не будет благовестия духовного рождения. Без проповеди батюшек в духовном все плачевно, и даже от сектантов сплошное поражение. Бог может всех повсюду одеть и накормить, а золотить несметно сокровища подбросить. Но нашими руками от носа до кормы корабль уже загрушен, и наши тянут тросы. Апостолы, молясь, по кельям не скрывались. Они месили грязь, вздымались над пучиной, и их руками письма оплодотворялись в зависть. От их трудов и мы писание получили. Не надо ждать, что как-то само собой настанет старообрядческую тупость, не возглашая каноном. Бог нашими ногами и нашими устами желает всех достичь, дать жизнь им неусловно. Да ныне ищет Бог надежных виноградник, в награду им динарий, как в притче обещал. Кто в монастырь забился, им сатана грабил. Христос тому нас учит. Начало всех начал. 25 февраля 2009 года Субтитры сделал DimaTorzok